Друзья, всем привет! Я начинаю новый влог. Сегодня 17 ноября, такой промозглый осенний денечек. И сегодня у нас культурное мероприятие. Мы идем в театр. Идем в театр, который называется Экият. Это в переводе с татарского означает «сказка». Это самый красивый детский театр в городе, а может быть даже в Татарстане, потому что он просто с ног сшибательно по своей красоте. Я вам сейчас его покажу и с улицы покажу, и как он внутри выглядит покажу. У него была реформация, реорганизация, так скажем. То есть его перестроили. Он раньше был совсем в другом месте. И построили не так давно новое здание, и оно просто потрясающее. Неописуемо красоты, и я вам все покажу. Я еду сегодня со своим сыном, с племяшкой. Вот они там сзади сидят, помашите ручкой, да. Вот. Совсем случайно нам достались билеты. Мы, конечно, давно хотели в театр сходить, но так получилось, что там, где мы живем, в группе, в общем, ватсап, отказались от билетов, предложили билеты. Кто хочет сходить, мы не можем, заболели. Ну и мы воспользовались случаем и купили билеты. Вот. Так что оставайтесь с нами, пойдем развлекаться. Вот такой красивый театр. Просто обалденный. Дрот, номер уйти надо. Красивый, да, ребят? Да, а посмотрите. Очень красивый. Тут как бы большая лестница. Вот там, на второй этаж. И вход центральный, получается, здесь. Короче, ты вот сам стоишь, у меня тут стоишь, а не. Нет. И очень красивый открывается вид на Казань. Просто красота. Еще бы не было так пасмурно, было бы вообще замечательно. Ну что, мы сейчас будем фотографироваться. Смотреть. А внутри, говорят, еще красивее. У меня там не было, но я видела фотографии, там, говорят, просто шедевры. Посмотрите, я только что увидела, что наверху стоят герои. Герои сказок. Посмотрите, какая красота. Я не замечала раньше этого. Вот театр изнутри. очень согласна. Очень согласна. Русская Русская П Смотри, какие кошки. Идите, да. Все продумано. Внутри просто потрясающе. Это наши казанские и торстанские артисты и артистки. Наши звезды. Не знаю, мне слышно, конечно, имя нет, но я просто. Есть пикапель? Есть пикапель. Есть пикапель. Должно. Нет тебя, потому что я куплю. Нет. Один мой. Итак, внимание! Эксперимент начинается! Итак, берем суперклей, размазываем по скамеечке. Так, еще. Так, 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 так. Готово! А теперь сажусь. Продолжение следует... Смотри! Оттуда поступает! А мне, смотри! Вон оттуда и там, значит, вода открыта. Это воздух. Подмойки! Смотри! Пойдем посмотрим, что там еще есть. Это музей. Открытие нового здания 1 марта 15-го года. Очень интересно, что сделали музей в самом театре. Посмотрите, это макет. Как красиво! Улыбайся! 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 Смотри! Смотри! Улыбайся! Улыбайся! Смотри! Пойдем в пыль! Пойдем в пыль! Дыши нет ничего! Тут видимо все куклы, которые когда-то участвовали в спектакле. Смотри, бабушка, сочет! Смотри! 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 Вликает! Афина! Пойдем в пыль! Да! Вот, ставь смартфины! Смотри! Очень нравится! Ами, смотри! Конечно, самая идея потрясающая — сделать на базе самого театра, сделать музей. Не вызывая, к сожалению, штативчик свой маленький. Поэтому чуть-чуть трясется. Надеюсь, я при монтаже исправлю. Давайте я вас сфотографирую, Ксюш. Вставай с той стороны. Амир. Амир. Второй звонок, сейчас пойдем. Это вид с самого верхнего этажа. Я в восторге. Это не передать словами, что испытываешь. Ладно, мы побежали. Уже, по-моему, третий звоночек. ПЕСНЯ 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 Единственное, что я хочу предупредить. Кто пойдет, кто живет в Казани, либо кто приедет в Казань в гости, обязательно берите с собой вторую обувь. Потому что там пропускают, пропускают, но дают бахилы. Они очень такие большие. И если взрослые еще нормально ходят, то детишкам очень неудобно в этих бахилах ходить. Поэтому берите с собой вторую обувь. Вам будет так удобнее. Скажите мне, как у вас впечатления? Нормально. Нормально. Понравилось? Да. Еще пойдете? Да. На какой хотите спектакль еще? На Дед Мороз. Ну, это на Новый год только. Там есть Буратино, волшебник изумрудного города. Изумрудный город. Кстати, репертуар очень обширный, очень широкий. Очень много сказок всевозможных, известных. И вот мы, честно говоря, сейчас по таким впечатлениям остались, что хотим вновь сюда приехать. И будем смотреть, будем покупать билеты на другие представления. Внутри просто все на высшем уровне. Я не ожидала. Я слышать слышала, но не ожидала. Пока-пока. Пока-пока. Вы сегодня с нами были. Привет, Тёмка. Маленькие блогеры. Ну что, я вернулась. Вернее, мы вернулись домой со спектакля, которого у детей у меня полный восторг. И после таких мероприятий мне всегда хочется чаще выезжать с детьми куда-то. Ну, с ребенком. Старшая моя, естественно, уже не едет по таким местам. Но с младшим и с племяшкой. Племяшка тоже пока не выезжает с той семьей, да, с семьей брата. Потому что там маленький ребенок грудной. И они пока не могут выезжать с всей семьей. И поэтому, наверное, моя обязанность как крестный и как тетя брать ее в такие моменты, брать ее всегда с собой. В общем, у меня очень много задумок. Я хочу свозить их и в океанариум в Казани есть, и в цирк мы хотим сходить. Да и вообще репертуар, как я уже сказала, очень огромный у данного театра. Поэтому, я думаю, можно посетить. Кстати, билеты были очень недорогие. Билеты были 350 рублей на человека независимый трост или ребенок. Я думаю, это такая очень оптимальная цена. Это недорого и недешево. И за такую цену, в принципе, не жалко потратить раз в месяц, например, сходить в театр на такое шикарное представление. Плюс сама аура, он такой красивый, он потрясающий. Это не передать словами, это надо именно там побывать и увидеть. Вот, заехала я сейчас за продуктами, потому что что-то у нас в холодильнике шаром покатим, все кончилось. Сейчас я вам, наверное, покажу, что я купила, покормлю ребенка и начну готовить уже вечерний ужин. Пока не знаю, что буду готовить, но что-то готовить надо, потому что муж у меня вышел в отпуск, сын у меня тоже пока дома и двое мужчин у меня дома на постоянной основе, поэтому надо чем-то кормить. Ну что, вот такие покупки у меня сегодня были. Плюс еще я купила там пару-тройку баночек для своей племяшки маленькой, там какие-то пирожки мясные были. И все это у меня вышло на тысячу рублей, 1012 рублей. Я, честно говоря, немного в шоке, потому что, ну, по большому счету здесь, ну, поесть, да, грубо говоря, там, я не знаю, два-три дня и ничего не останется. Ну да, цены, цены такие. Давайте быстренько пробежимся. Из фруктов я взяла бананы, потому что яблоки у нас есть. Взяла бананы, здесь киви три штучки и взяла хурму. Хурму у меня муж очень любит, но она такая не совсем, мне кажется, спелая, ей нужно еще полежать. Как раз, кстати, начался ее сезон, значит, ее сейчас будет много. А киви просил сын. Вот. Дальше из непродуктовых покупок у меня, в принципе, только вот ватные диски, потому что они у нас подошли к концу. Беру Ола и беру, всегда беру только с эффектом прошитого края, потому что, ну, иначе мне просто уже не нравится. Я отвыкла от них, что они могут разъединяться. Поэтому, прежде чем купить, всегда смотрю, прошит край или не прошит. В данном случае это Ола. У меня нет какой-то своей принципиальной марки, ну, вот, были по акции, плюс еще прошит край, ну, все, значит, точно берем. Сыну купила сок. Сырочки. Сын кушает только такие сырочки. Почему-то другие пока не признает. Не знаю, может быть, приучим со временем. Ну, вот, купила ему сырочки на перекус. Далее у нас кончилась мука. Купила 2 килограмма муки. Причем, честно говоря, мы редко. У меня до этого, я когда переехала, покупала 2 килограмма муки. И спустя 4 месяца они только-только кончились. Представляете, насколько часто я пеку. Ну, в общем, мне еще точно месяца на 3-4 хватит. Дальше из мясного я взяла голень. Здесь килограмм голени и взяла фарш. Думаю, наверное, запеку с картошкой в духовке сегодня голень. А из фарша сварю суп с фрикадельками. Пока задумка такая. Дальше. Дым-дымыч. Сервелат охотничий. Колбаска полукопченая. Сыр взяла. Гауда. Ну, постоянно во всякие запеканки идет. Как-то очень пользуется вообще сыр популярностью в нашей семье. Кстати, а вот именно непосредственно бутерброды сыром никто не делает. Только он идет как вот куда-то сверху посыпать. Дальше молоко. Но завтра с утра перед работой буду варить кашу своим мужчинам. Ну и хлеб. И хлеб мы, честно говоря, в последнее время подсели на собственное производство в пятерочке. Это у нас домашний. Получается хлеб домашний, как батончик такой небольшой выглядит. И это у нас хлебушек черный русский. Кстати, и вот по цене, да, то есть 27,20 это 36,60. Это будет как раз посыпь, как черный хлеб. А это будет, если кому-то нужно будут бутербродики, либо там с яичницей. Если я беру обычно целый батон, мы его не съедаем. Если берем целый хлеб, мы его не съедаем. А здесь такие две небольшие булочки, да, посмотрите, с мою ладошку практически. Я думаю, как раз таки они у нас уйдут. Ну вот и все. Вот посмотрите, вот на это все ушло 1000 рублей. Я, честно говоря, все-таки немножко в шоке. Сейчас все буду раскладывать по своим местам и начну готовить кушать. Ребята, как вы видите по моему лицу, да, и то, что я уже переоделась, уже прошло порядка, наверное, 3-4 часов, как я вернулась. Я уже приготовила ужин, приготовила суп, приготовила второе, приготовила компот, как в столовой. Первый, второй компот. И сейчас сижу, читаю книгу вот в таком распечатанном виде, книгу по работе. И, наверное, на этом буду закругляться, потому что мне еще нужно будет сейчас снять видео. Это Avon. У меня пришло целых две огромных битком запитых коробки. Мне нужно будет сейчас это все заснять и уже раскладывать все отдельно по пакетикам, чтобы это все в ближайшее время раздать, потому что уже начинают писать, звонить. В этот раз что-то было с доставкой нереально. Обычно я в четверг получаю всегда все свои заказы Avon. Но мне пришло сообщение, что переполнены все постаматы PickPoint. И, как бы, получается, доставка у меня продлилась еще на два дня. Я только в субботу вечером получила свой заказ Avon. Вот, мои клиенты уже все заждались, все уже пишут, поэтому надо быстрее все это заснять, все разложить и все уже постараться в ближайшие дни отдать. Вот, так что я сейчас пойду снимать, хотя время уже, по-моему, наверное, около 9 вечера. Уже спать охота, но я знаю, что нужно мне все это снять. Наверное, я сразу это видео смонтирую и выложу, чтобы не откладывать в долгие ящики, как я делаю в последнее время. И очень много влогов у меня, в принципе, просто не выходят на канале, потому что они не смонтированы, они у меня просто в памяти телефоны застряли. Ну что, я надеюсь, что вам было со мной интересно. Вы провели целый день со мной. Получилось, что это влог одного дня. И если вам понравилось, то, конечно же, ставьте пальчики вверх. Так я пойму, что вам действительно интересно и что вы хотите со мной проводить такие дни. И буду снимать для вас больше. Подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.